Садовые дорожки прослужат дольше с профилированной мембраной Плантер Гео от Техно Николь. Она быстро и легко монтируется, эффективно отводит воду, устойчиво к прорастанию корней. Я приветствую вас на нашем строительном канале Стройдом своими руками. Пол, кварцвиниловый пол. И двери. Вы видите, дверей нет. Одна есть, остальных нет. Надо сделать так, чтобы они появились везде. В общем, у меня уехала вся семья, они все в Москве. И за это время, пока их нет, я буду что-то хорошее, полезное делать. Итак, что я сейчас делаю? Кварцвинил у нас пойдет дальше. Но, так как мы с вами решили, и вы мне подсказали, и я с вами согласился на то, что дальше будет вот здесь керамогранит, поэтому кварцвинил будет только до этого торца. Что мне нужно сделать? Мне нужно каким-то адгезионным материалом проклеить вот этот край, то есть приподнять его. И все, я пошел кварцвинилом в комнату и заделываю уже всю спальню. И после чего сразу же ставлю двери. Не знаю, попадут двери в эту серию или нет, вы, наверное, это уже видите в описании. Если там слово «двери» есть, то видос будет про двери. Если нет, то что-нибудь другое интересное я вам обязательно покажу. Сразу такой небольшой нюансик. Мы сегодня с вами не только сделаем кварцвинил, но я вам еще покажу свою идею на ближайшие выпуски по той самой тематике, которую вы, наверное, у меня видели. Помните, я купил, кто смотрит нас на Дзене, и в Телеграме, ссылка в описании, подписывайтесь, пожалуйста. Дзен вообще сегодня просто перспективочка. Там я приобретал специально брус и предлагал вам угадать. Честно, никто не угадал. Но сегодня вы узнаете, зачем я это сделал. Покажу проект, покажу свою идею, а вы оцените, надеюсь. Все, работаем. По ходу фильма вам все это дело продемонстрирую. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Итаж прошел, уже могу советовать какие-то давать быстрые варианты монтажа. Смотрите, нам нужно сделать деталь сюда. Можно, конечно, мучиться угольником и приходить к этому вопросу вот таким мероприятием, а можно сделать проще. Вот гонт у нас будет уложен вот так потом. Но нам сейчас нужно его просто перевернуть. Подставить его ровненько по линии замочка. Здесь упереть его замком в стену. Если стена у нас ровная, то решается вопрос все просто. Под 45 элементарно. Теперь мы делаем заметку. И теперь подставляем вот так угольник. Наша задача отпилить. Идеально. Но это я сделал без подрезки в 5 мм. Мой косяк. Но с другой стороны я уверен, что здесь не будет расширения линейного, так как температура стабильна. Чем мне нравится работа с кварцвинилом? Тем, что не нужны никакие пыльные инструменты типа торцовочных пил, болгарок и так далее. Электролобзиков. Вставляем в замок. И идеально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, лучший способ отдыха, и чтобы работа вас не напрягала, это сделать небольшой творческий перерыв. Показать вам хочу одну классную вещь. Смотрите, я приобрел брус. Будет целый ролик по этой теме, может быть, даже несколько. Переходите, пожалуйста, на Дзен, подписывайтесь. Там у меня видосы, во-первых, без рекламы, во-вторых, они выходят раньше, в-третьих, там активность намного выше, потому что там всякие викторины у нас происходят, там всякие, ну, розыгрыши. Советую подписаться на Дзен. Прямо вот, прямо сейчас сделайте паузу и подпишитесь. Парни, девчонки, надо. Блин. Парни, девчонки, надо. Давно мечтал сделать детскую площадку для своих деток. И, наконец-то, наконец-то, у меня до этого руки дошли. Я говорю еще раз, будет целый видос. Там я расскажу, как я обрабатывал брус, как подготавливал его для детской площадки. Площадку сначала хотели поставить после будки Джека и между бассейном, вот в эту зону. Но потом поняли, что здесь придется потом ее перетаскивать. И решили сделать ее вон у дальнего забора, вон там. Залью площадку бетонную, и на ней все это дело сформирую. Там и качеля будет, и рукоход, и много чего будет. А сейчас моя задача прибрался здесь. Перетащу его сюда, весь брус. И пока у меня 5-минутный перерыв, кое-что вам еще расскажу по теме будущей игровой площадки. Что мне для этого нужно. Сейчас перетащу, а потом поговорим. Итак, друзья, в прошлых выпусках на этом же самом месте смотрели новый гиббон. Помните? Аппарат. Ну, о нем вы уже все знаете. Рассказывать тут, собственно, нечего, потому что я все это вам показывал наглядно. Но сегодня я докупил одну очень полезную и необходимую вещь, которую я хочу протестировать. Вы помните, что в комплекте у меня были и центробои, и загибы для круглой трубы. Была дополнительная звездочка для упрощенной работы с шуруповерта. Но у меня не было одной важной вещи. Это углогиба. Сегодня я его взял до комплекта. Хочу его протестировать. Только я, знаете, что забыл? Что в прошлом видосе я разобрал полностью всю систему. Зачем я так сделал? Ума не приложу. Но, наверное, на это были какие-то свои цели. Так, теперь смотрим комплект углогиб и что он из себя представляет. Дополнительный вороток. Это чтобы было упрощенное кручение. Ну, тут вообще, на самом деле, ничего сложного совершенно нет. Положили еще один фиксатор для моей линейки. Но он у меня есть, поэтому мне он, по сути, значит, не нужен. И инструкция по использованию. Вы знаете, как это называется правильно? Пу-Ансон. Выполнен в полном соответствии с линейными размерами профилей по ГОСТу. Порядок работы. Установите опоры профиля на боковые валы трубогиба. Открутите гайку прижимного трального вала. Снимите подшипники центробой с прижимного вала. И установите пуансон, закрепив вал с пуансоном гайкой. Разместите профиль в трубогибе. Благо, что я на стройке у себя сделал недавно небольшую переборочку. И теперь у меня все профиля лежат в одном месте. И то, что нам нужно, находится вот здесь. Это 40 на 20. Его и погнем. Пока поначалу все идет очень легко. По мирной шкале мы можем смотреть размер, который сейчас у нас нагибается. И потом по ней же, по этой же шкале, мы сможем поставить риску для того, чтобы повторить на следующем профиле то же самое. Когда станет тяжело, мы берем рычаг и нам становится очень легко работать дальше. Можно даже одной рукой. Но смотря какой профиль, смотря какая толщина металла. Теперь вы зададите мне закономерный вопрос. А для чего же нужен центробой? И я вам с удовольствием отвечу. Центробой нам необходим для того, чтобы деталька приобрела интересный профиль вместе с гибом. Давайте все-таки, наверное, добьем изделие до 90 градусной отметки. И посмотрим, что получилось. Сразу скажу, приобрел я эту дополнительную опцию на трубогиб гибон. С одной лишь целью. На турнике у меня будут много различных приспособлений для лазания. И они некоторые требуют гнутья. У меня, к сожалению, углогиба нет. Вот я сейчас гибоном это мероприятие решу. До 90 градусов осталось прям капелька. Так, ну что могу сказать, господа? Все элементарно, все просто. Можно сделать садовую мебель, можно сделать скамейку. Можно использовать это в каких-нибудь других интересных вариациях. Для правильной повторяемости еще у гибона есть вот такая штука. Ее можно тоже взять, зафиксировать на нижнем положении закручивания. И, собственно, линейка тогда не нужна. Я пользуюсь линейкой. С другой стороны, у меня пока повторяемость нигде не пригождалась, поэтому снятие заготовки с пуансона происходит с усилием. Можно воспользоваться схемой. Выкручиваем винт до упора. С усилием надавливаем на профиль с одной стороны. И освобождаем заготовку, надавив с противоположной стороны. Смотрите, какой получился ровненький, красивый, изящный гиб. Без каких-то выпираний здесь по размерам все получилось очень красиво и хорошо. Вот здесь у меня давно руки не доходят. Хочу, во-первых, площадку подлить нормально, ровненько сделать, потому что она вся собрана у меня, из чего попала. Во-вторых, это поворотом и сюда плита. Вот 2 метра она или 2, 2,5 будет вот так идти. И здесь 1,5 метра, вот такой консолью. И поставить здесь площадку. Тем более, что у меня с кедрами не получилось. Один кедр выжил, но я его пересажу. А второй кедр, к сожалению, ушел. Сейчас гравия возьму, цемента возьму и начнем. Недели 2 работы, выпуска тоже будет примерно 2. Все, идем работать. Продолжение следует... Продолжение следует... В конечном итоге хочу показать, что получилось, как получилось. И сразу же еще раз хочу сказать про 2 важные вещи. Первое, кварцвинил, друзья, кто бы что бы не сравнивал его с линолеумами или какими-то другими материалами. Но нет, кварцвинил это кварцвинил. Фактура и качество и много плюсов. Мне материал зашел. А почему я снимаю сейчас из комнаты сына, хотя мы делали ремонт в нашей комнате, для того, чтобы просто показать вам общую картину. Смотрите, сделали мы это единым покрытием. Межкомнатные двери никоим образом не повлияют теперь на общий вид. Не нужны никакие пороги, все ровненько. Вот что у нас получилось. Вот так это смотрится. Я восхищен по-доброму. Второй момент. Хочу сказать про компанию в квадрате. То есть сервис быстрой доставки напольных покрытий. На протяжении всего проекта эксперты из компании в квадрате, можно сказать, вели меня по данному проекту. Какой бы только вопрос у меня не появлялся, у меня был выделенный менеджер, контакт. Я звонил в сервис в квадрате и мне помогали советами. Где-то скидывали видео, ссылку, чтобы я мог посмотреть, как это делать. Где-то подсказывали словом. И в конечном итоге, друзья, во-первых, я получил быструю доставку материала. Во-вторых, я получил качественный материал. В-третьих, я получил гарантию. И в-четвертых, экспертное мнение, которое позволило сделать классно, качественно данное покрытие в своем доме. Если бы такого сопровождения не было, я уверяю, у вас подводные камни есть и где-нибудь я мог споткнуться. Ссылка на сервис и на все, что я сегодня вам показывал, конечно же, как всегда, под видео. Вы, наверное, уже поняли из материалов дела, что в следующем ролике мы будем с вами ставить межкомнатные двери. Буду делать это максимально правильно, стараться. Но, тем не менее, как мой канал гласит, я никому не учу. Моя миссия канала – лишь показать возможность, что любой человек с большим энтузиазмом и желанием строить может создать себе все, что угодно. Так, друзья, я рад был вас сегодня видеть. Надеюсь, вы тоже. Увидимся с вами буквально через несколько дней. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok